Саргору В горе Пуджи существует 16 подношений для приглашения к гуру. Мне интересно, почему их 16? Вы можете рассказать об этом подробнее? Почему подношение 16? За этим стоят определенные вычисления. Кто-нибудь из вас имеет отношение к науке? Видите, удивительно. Я постараюсь упростить расчеты. Видите ли? 21 измерение. Эти измерения, о которых мы говорим, появились в результате 84 больших взрывов. 84 актов творения, которые произошли к настоящему времени. 21 по счету творение происходит сейчас. Процесс его создания еще продолжается. Такого понятия, как уже создано, просто не существует. Процесс создания еще происходит для всего, не так ли? Куда бы вы ни посмотрели, процесс создания продолжается везде. Он происходит активно. Нельзя сказать, что творение произошло. Творение происходит. Оно продолжает происходить. Текущее творение, которое сейчас происходит, которое происходит прямо сейчас, это одно из них. Поэтому остается 20. Не 21, а 20. Когда мы говорим о 16 подношениях, мы говорим 20 минус 4. Мы исключаем эти четыре творения, потому что они почти так же реальны, как это. Мы этого не делаем, потому что существует другой вид Гурупуджи, когда вы предлагаете себя. В системе йоги вы этого не делаете. В системе тантры предлагают себя. Делая подношения, тантрики обезглавливают сами себя. Они берут в руки собственную голову и предлагают ее дави. Есть люди, которые на самом деле способны это сделать. Обезглавленные. Они делают подношения в виде собственной головы. Попытавшись сделать эти четыре подношения, вы в каком-то смысле поднесете процесс собственного творения, что не входит в ваши планы. Вы не настолько щедры по отношению к гуру. Вы подносите то, что не угрожает вашему благополучию. Вот почему 16. Поскольку вы не знаете, где находятся эти 16 творений и что они из себя представляют, вы предлагаете их в виде того, что для вас что-то значит. Гуру приходит, и вы приветствуете его. Аваха нам. Вы предлагаете ему присесть. Это асанам. 16 подношений, которые вы делаете, это 16 вариантов обращения. Вот почему камень для гурупуджи. Вам стоит установить здесь такой. Камень для гурупуджи 16-угольный. Если вы установите камень для гурупуджи и будете проводить ритуал с его помощью, здесь мы проводим ритуалы в минимальном масштабе. За рамки этого мы не выходим, потому что, как я уже сказал, ритуал — это процесс принятия. Процесс принятия и вовлечения. Нельзя сидеть и выполнять его индивидуально. Так можно выполнять медитацию. Вы можете сидеть здесь, совершенно не думая о тех, кто находится рядом с вами, и медитировать. И в современном мире, в 21 веке, в том обществе, в котором вы живете, медитативный процесс более актуален, чем ритуальный процесс, потому что даже ваша собственная семья не станет участвовать в ритуале. Вы не сможете заставить четыре разных человека делать одно и то же одновременно. Так больше не получится. Не так ли? Да или нет? Они не будут в этом участвовать, потому что считают, что у них независимый ум. В нем нет ничего независимого. Это марката, своего рода обезьяний ум. Поскольку они не могут разглядеть одно за другим, единственное, что им доступно, это самолюбование. Вот почему исключительность стала важной. В противном случае, если бы вы понимали суть жизни, вы бы ясно увидели, что принятие — это определенно более разумный способ существования, потому что именно так существует все мироздание. Не так ли? Да? Нравится вам это или нет? Сейчас мы дышим, мы что-то делаем. Все это процесс принятия. Не так ли? Если вы станете исключительными, то задохнетесь и умрете. Посмотрите на это с любой стороны. С позиции жизни, с позиции элементарной физики, с позиции ядерной физики, с позиции дыхания, даже с позиции экономики. Это принимающий, всеобъемлющий мир. Не так ли? Да? Смотрите. На 200-250 человек, которые находятся здесь, в общей сложности, приходится одна кухня. Возможно, 6-8 человек тратит какое-то время на приготовление пищи. Предположим, что эти 250 человек, учитывая, что в среднем на семью приходится по 4 человека, тогда это будет примерно 30 с лишним семей. 30? Больше. Больше. Нет, примерно 50-55 семей. Пусть будет 60. Если 60 семей живут в отдельных домах, здесь, в Макминвилле или где угодно, то им понадобится 60 плит, 60 комплектов посуды, 60 кухонь, 60 газовых баллонов и по 60 позиций для всего остального. Экономически это невыгодно. Не так ли? Для этого не нужно идти по духовному пути. Можно просто собраться и решить. У меня хорошо получается одно, у вас другое. Давайте действовать вместе. И жизнь станет намного проще. Не нужно будет каждому трудиться на кухне или во дворе, не давая себе передышки. Еда для вас готова в определенное время. Разве это не замечательно? Если бы так было каждый день в вашей жизни, возможно, мы смогли бы готовить что-нибудь получше рисовой каши. Но нет. Поскольку мы исключающие, мы не можем этого сделать. Поступать так было бы разумнее всего, но мы не станем так делать, потому что мы хотим быть исключающими. Исключительность — это движение навстречу смерти. Но что поделать? Мы хотим использовать эту исключительность только для роста. Медитативные процессы возникли только по этой причине. И проблема с принятием заключается в том, что люди должны обладать определенным чувством целостности и преданности делу, иначе очень скоро начнется злоупотребление. В этом проблема с ритуалами. Если нет людей с определенным уровнем целостности, то ритуалам легко злоупотребить. Медитации так легко злоупотребить не получится, потому что медитируете только вы сами, и никто другой не сможет вас ни к чему подтолкнуть. Медитация в этом плане безопаснее. Но это не лучший способ. Ритуалы могли бы стать таким красочным и красивым подходом к жизни. Если ашрам будет развиваться, и если здесь будут люди, которые полностью посвятят себя процессу, мы смогли бы проводить фантастические ритуалы, по-настоящему яркие и красивые ритуалы, с которыми жизнь станет невероятно прекрасной. Не так. В этом есть своя красота, но существуют и более приятные подходы. Но для этого вам нужен определенный уровень живости, вовлеченности и взаимного участия. Только тогда это станет возможным. Когда люди не могут выносить друг друга, проводить ритуалы не получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова